Раиса Степановна и Юрий Николаевич познакомились 28 сентября 1958 года. Она из Читы, он из села Муханово, 17-летняя девушка и 24-летний парень. В начале мне говорили студенты, друзья, вот эта девочка, очень тебя влюблена. Я посмотрел, мне кажется, что ты такая девчушка, ей 17 лет, наверное, 16 лет. 17 лет, я на первом курсе училась. На первом курсе. А мы жили в одном общежитии, МГП имени Ленина, общежитии на Нусачевке. Потом прошел, наверное, год, ты куда-то уехала, а у тебя был год академический, да, ты уехала. Вот, приехала и она преобразилась. Вот я смотрю, такая девица красивая, высокая. Вот с бобетой, прической, ну совсем она просто из-за ушки превратилась в принцессу. Раиса Степановна после завершения учебы преподавала в Читинской области. Юрий Николаевич учителем русского языка и литературы работал в школе номер 18. Она приезжала по нескольку раз в год к любимому в течение 10 лет. Она, интересно, мне предложение сделала. Говорит, ну хватит ездить, оставайся здесь. Я понял, что надо жениться, потому что нужна семья, нужны дети. Когда они поженились, Раисе Степановне было 27, Юрию Николаевичу 34. Уважаемые друзья, мы искренне рады вас приветствовать в Сергеево-Посадском управлении ЗАГС, главном управлении ЗАГС Московской области на прекрасном празднике «Золотая свадьба». Сегодня на торжественной церемонии присутствуют почетные гости. Юбиляры семейной жизни Палагины Юрий Николаевич и Раиса Степановна и заместитель главы Сергеево-Посадского муниципального района Ольга Константиновна. Свадьба была ровно через 10 лет после знакомства, день в день, 28 сентября. Расписывали тогда во Дворце культуры имени Гагарина. Раиса Степановна была тогда в белом платье с фатой, белые перчатки, а коллеги-учители организовали весь праздник в кафе «Русь». Там же будут отмечать и золотую свадьбу. А сейчас звучат поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Невеста родилась в Читинской области, жених жил в Рыбханово. Вообще, как возможно было найти друг друга? А встретиться в Москве, в одном вузе, значит, есть все-таки какие-то силы, которые притягивают друг друга. Второе. Вся их семейная жизнь – это жизнь, на которую нам всем надо равняться. Это преданность друг другу. Это воспитание двух прекрасных сыновей. Это прекрасное сопровождение внуков, четверо внуков. Это педагогическая династия. Здоровье с счастьем у вас есть. Пусть так же сохраняется. Пусть будет крепким здоровье. Пусть вы будете так же активны. И я думаю, что следующий юбилей мы так же отметим. Все вместе. Поздравляю! Мои хорошие. Мы очень гордимся вами. И я надеюсь, что, продолжая славу Ольги Константиновны, что ни один еще юбилей, по крайней мере, через 10 лет мы сможем сказать уже более значимые слова, потому что в 50-х именно мы делаем. Поздравляю! Как и 50 лет назад, общая фотография на память. В чем же секрет семейного счастья? В понимании друг друга, уважении, терпении, осмысленности своих действий. Мы создали семью-то, когда взрослыми. Поэтому у нас взрослые отношения были. Не просто там любовь хихоньки, а хахахоньки. А по-настоящему. Сейчас молодежь замочки покупает. Это навсегда, значит. Она в церкви венчается. Это тоже сплачивает семью. Обереги какие-то там, еще чего-то такое. Этому поклониться нужно, этому кто-то. А самая суть, они не понимают и не знают, что есть два мира – женский и мужской. Они похожи, но они разные. Разные миры, дополняющие друг друга, соединились в семье Палагинах. И это счастье длится уже полвека. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!